господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша христос воскрес номер 169 события дня учитесь правильно обличать 28 мая 2016 года послушаем что нам скажет дух святой потому что у людей от неправильного учения обличение осуждения все слепилось в кучу не понимают совершенно не понимают то есть голос духа божий не слышится и извращается если что-то доходит в песенном виде все время об этом говорят не судите а кто тебя поставил судить не судите когда говорят священники смысл только один не трожьте нас больше ничего не заложено он не думает ни о суде божием ничего нету а сам судить налево и направо вот вы маленько присмотритесь к этой жизни это нигде так нету что нельзя сказать если неправильно делает это беззаконие то есть сделали самые беззаконные законы и по ним теперь действует примут лоббируют лоббируют в правительстве лоббируют в каждой губернии и главное это в церкви свои интересы то есть не верить если человек верил он бы искал кто бы обличил меня кто подсказал кто бы исправил потому что эта жизнь неповторимая я уйду навсегда но подскажите я себя не вижу может быть они так поступаю святые это искали искали обличающих их просчитаем несколько мест писания а потом сделайте вывод сами матфея 7 1 не судите да не судим и будете все вот на этом все а почему она свою это все священники так слово божие не знают не любят библию скрыли когда крещение было и почти через 900 лет только библию перевод 9 столетий народ находился в неведении что говорит бог библию библия ни один не знал не то что ни два не три ни один у ивана грозного там может быть где-то было в закутке лежала это на непонятном языке не судите да не судим и будете все ибо каким судом судите таким будете судимы и какой меру и мерить и такое вам будут мерить а вот здесь никто так не судит как священство судить это значит выносить приговор окончательные без апелляции навсегда вот когда анафему торжество православие придумали это день это все фарфальшь ложь и стенку разина проклинает пугачёва по сегодняшний день емельку и чтобы он там где не огненно и никогда не кончилось и и усилу да и да то есть перечисляет всех библейские персонажи о которых известно только плохое вот и все и уех проклинает этих людей анафемы анафема ну сколько куприна анафема а смотрите когда льва толстого толстого там анафему придает анафему только две две кто любит не любит господа марена по анафема и кто будет говорить не то что библии написано анафема галатом первая глава 8 9 стих анафема в первую очередь православным ни бога не знает не любят не не библию любят не знают и говорят привратно при привратно деяние 20 глава 29 стих в библии только один раз называется лютые волволки и говорящие привратно только один раз и говорится о священстве еще непонятно то я никак не против священство но за то чтобы они не были такими и кто это говорит павел на то он судит их конечно судит будут говорить привратно и задача как увлечь за собою он не не думает ни о чем копейка чтобы не утекла чтобы эти вонючие свечки покупали которые не восковые чтобы везде и всюду мамона был посмотрите какие ценники что продается ни одного храма почти нету без торговли а торговлю бог выкинул он никого не бил христос на земле только торгашей и каких церковных торгашей и они абсолютно везде то есть туда христос не приходил в храме в котором торговля христос еще не пришел вертеп разбойников устроили вертепы а кто разбойник ну софрина кто там все изготавливает продает каноны запрещают торговать даже в церковной ограде ограде за пределами это отдельная тишинки поставьте таким судам судите таким будете судимы какую меру и мерить и такой вам будут мерить лука 637 не судите и не будете судимы не осуждайте и не будете осужденны прощайте и прощены будет вот здесь не судите Не бойтесь судимы и не осуждайте А вот теперь сделайте разлище Я просто показываю Откройте блаженную фефилакту, посмотрите Слово судить встречается в Библии 348 раз Ну нельзя же два места взять, а 346 выбросить Ну, полноты картины-то нету Блаженны нищие духом, ибо их и старство небесное Все! Ни церкви не надо, ни веры во Христа, ни добрых дел, ни поста, ни молитвы Ну написано Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное Все я взял, усвоил, и каждый день буду нищетой давиться Так же не делается, только в полноте Если этому толкованию, которое есть у нас, противоречит хотя бы одно место Библии Значит, надо привести это в соответствие или выбросить неправильное толкование А то не как у сектантов У них у всех помрачение ума А на чем они? Ну, в первую очередь, легко узнать любого сектанта Это иконы, иконы для него идолы Это первое Это обязательно никакого понятия о церкви нет Где двое или трое, там Христос Где двое или трое, нет такого двое или трое Где двое или трое собраны, то есть Духом Святым И во имя Его, то есть точно по Писанию И третье, тысячелетнее царство Вот три пункта, по которым сразу можно узнать, что это не православные У них тысячелетнее царство когда-то будет, церковь страдать не будет То есть дьявольское обольщение То есть зимы не будет, тот остался бы в Сибири, говорит, в Магадане И люди поверили, и что дальше будет? А сатана-то придет, ради избранных сократятся те дни Значит, они будут на земле И вот сейчас мы посмотрим, что означает судить И осуждать, и обличать Передо мной стоит задача Указать хотя бы на некоторые места задача И молиться, чтобы люди поняли правильно Как толкует это святая церковь Как толкует Иоанн Златоуз, другие святые отцы А это поповское толкование, не трожь меня, не судите То есть отстаньте от меня Я жирую здесь, посмотри, какие пузатые, страшно смотреть В интернете-то все выставлено Ужас какой-то Когда вот здесь на крестный ход иду, да еще риза Ризы толстые, да еще одеты Ну вот как гора мяса движется Златоуз это высмеивал Ты что, говорит, тебя в жертву принести хотят Жертву жирных животных надо было Тук написано Тук Без страха уточняют себя Дальше Выкатились от жира глаза их Бродят помыслы в сердце Над всем издеваются Злобно разглашают клевету Вот что они делают пузатые Даже Нургалиев Министр внутренних дел И то пузатых Я никогда не встречал в документах такое слово Пузатых милиционеров решил уболить Толку-то никакого нету Он спит на ходу Сало Сало Выдавливает глаза Посмотрите, как глаза у них на выпучку Ращие глаза Всегда Без страха Да это у него обмен веществ А ты не бери эти вещества в рот И не будет обмена И все кончилось Обман везде И вот диабет Ди означает два А обед Два обеда Я вам переведу эти слова Яков Вторая глава Первый стих Братья мои Имейте веру в Иисуса Христа Нашего Господа Славы Невзирая на лица Вот это Особенно Понятно Невзирая на лица И Христос упрекал И говорит Славу друг от друга принимаете От единого Бога не ищете Найдите сами Славу от единого Бога нужно искать А не друг от друга Батюшкам нравится Когда перед ними Согнулись Батюшка благослови И только хороша Батюшка не трожь его Не говорите ничего И все Народ у нас хороший Вот батюшка напился пьяный Так они его домой отнесли Домой отвезли его А он пьяный гонит Двоих сразу задавил Ему три года дают там Смотришь давят людей Один задавил друг Это безумие Даже В страшных снах нельзя было увидеть И ничего Даже нечаянно задавил То есть он не должен быть священником Ничего Главное он Отсюда не уйдет А он ничего больше делать то не умеет А куда он пойдет У него никакой должности нету Специальности никакой нету И он хоть сколько будет Крутиться вертеться Любого Садомита Перекинут с одного места На другое Никона И дальше будет он идти То есть церковь сделалась Пристанищем Всякой нечистой птицы Мать Блудница всем И на щеле написано Говорит тайно Люди-то понимают Куда это идет Почему она на звере сидит Смотрите Чтобы не случилось Это о церкви Я говорю о православной Ибо если в собрание ваше Войдет человек С золотым перстнем В богатой одежде Войдет же и бедный В скудной одежде И вы смотря на одетого В богатую одежду Скажете ему Тебе хорошо сесть здесь А бедному скажете Ты встань там Или садись здесь У ног моих То не пересуживайте ли вы в себе И не становитесь ли судьями С худыми мыслями Вот о чем речь-то идет О несправедливости Иуда 1.23 А других страхом спасайте И сторгая из огня Обрещайтесь же со страхом А что это такое обрещать Ну скажите Обрещать и судить Какая разница Сказал ему Нет это судить А не в строку Судить Чтобы не судить Он одну строчку только знает Как власть Всякая власть от бога Безбожники трясли везде А почему вы не знали Не думали об этом Что власть от бога Когда брали царя Расстреливали Княжон великих Почему не думали тогда И священники тоже Власть всякая от бога И гитлер от бога И антихрист от бога Но одно дело Бог дал для того Чтобы управляли правильно А другое Попущено богом За грехи Обличайтесь со страхом Гнушаясь даже одеждою Которая осквернена плотью Гнушаясь Что вы себя святыми ставите Вот А я знаю какие слова У нас был такой один Принял крещение А потом говорит Жену оставил Вроде живет с семьей А сам с другой путается Мы спросили Опустил голову В кочегарке Оставляй одежду свою Не заноси даже Но он ушел Хирург Ефесянам 5.11 И не участвуйте В бесплодных делах тьмы Но и обречайте То есть не творите Никакие злые дела Но и обречайте Это повеление Повелительная форма Обречайте Почему священники об этом Никогда нигде не учат Они не учат Десятине Благословения Почему не берут Малахи 2 глава Проклятием вы прокляты Говорит Бог Вы благословляете Я проклинаю Ваши благословения Я проклинаю Ваши благословения Говорит Господь Почему Феофан Затворник говорит Что если священник говорит Я благословляю А Бог говорит Я не благословляю То что будет утверждено На небе Ну вот и весь ответ То есть они царствуют А Петр говорит Не господствую Над наследием Божьим Но подавая пример Не господствую Они без этого не знают И смалов уже Приучает к этому Чтобы господствовали Сам себя в рабство Выкупить кого-то Как епископ Павлин Никто этого не сделает Сегодня Другие времена Это князья Князья И притом Самые боязливые И трусливые Но и обречайте Надо узнать Какие бесплодные дела А бесплодное дело Одно Самых бесплодных дел Это не учить Знать И не сказать Первый коринфянам Но брат с братом Судится И притом Перед неверными Вот причина Так какая еще Судится из-за чего Ну из-за имения Что-то не могут поделить Кто-то у кого-то Что-то взял Не отдал долг Первое коринфянам 14 Но когда все пророчествуют И войдет к вам Войдет кто не верующий Или не знающий То он всеми обречается Всеми судится Ну пожалуйста Найдите толкование И прочитайте Что такое Всеми обречается Ну обречите То есть он зашел Только и узнал Курить нельзя Наркотики нельзя Воровать нельзя То есть проповедь Об этом идет Но кто Пророчествует Ренутия Дела О дарах пророчеств Это касается И миссии Миссионер Это и пророк Сегодня Их нет миссионеров Вот здесь был Антоний Масендиевич Он это понимал У меня нет Ни одного миссионера Меня все время звал Он был рядом У меня домой приходили Обедали За одним столом В доме У меня жена Искусница Пироги сряпать И вот он был Я ему предлагал Лечение Он был очень пузатый По лестнице Поднимался На второй этаж В частном доме И пх Пх Я говорю Что пыхтишь Так как паровоз Пузырь Я его обличал Ты переходи Ко мне Потеряй Вот я тебе За два месяца Сделаю Нормальным Он решил Какие-то таблетки Принимать Что-то Бороду Там постриг И в 41 год Умер Скопыльнулся Вот и все А послушался бы Сейчас бы жил Ну тогда Не было бы Сергия Митрополита Тут Это тоже Убого Предусмотрено было Всеми обличается Всеми судится Где прямо В храме Так не было Чтоб стояли столбами А все говорили Кому положено Слово Говорили У нас Все богослужение Это не евангельское Более похоже На первоапостольское Это у баптистов Они не прыгают Не валяются Как харизматы Хорошие проповедники Есть Ну то что в галсту Как бритые Женщины выходят Это не против Слова Божия Но говорят то правильно Как ярл пести И вот теперь Слушайте Всеми судится Всеми Да кака же не судите Но ты совместите эти слова Всеми судится То есть Предсказывает Что его ждет за это Пробуждается совесть Езекииля 3.18 Когда я скажу Беззаконнику Смертью умрешь А ты не будешь Вразумлять его И говорить Чтобы остеречь Беззаконников От беззаконного пути его Чтобы он жив был То беззаконник Тот умрет В беззаконии своем И я взыщу Кровь его От рук твоих Так мы все Кровавые Нас священники Не обличают А они кровавые Руки у них В крови У священников Мы слепые Мы не видим Что священники Которые над нами Может быть Большинство Я думаю Они у них руки По локоть В крови Почему А они не обличают Женщина аборт Сделала Ну 40 поклонов Правила Порушены Книгу правил Вообще не издавали 70 лет Ну то есть Наемники Лютые волки Пришли Павел Собрал Из Мелита Призвал И говорит Что Одни Пресвитера Епископы И он называет Их Лютые волки Никого Нигде В Библии Вообще не называет Так Если посылает Посылает Как овец Среди волков Волками называют Фашистов Коммунистов Иудеев Масонов Всех Волки А внутри церкви Лютые волки Это кто Начиная От папы От патриарха Это в первом веке В первом веке Еще было До наших дней Дальше Взыщу кровь его От рук твоих Ну а при чем Тут я Он грешит Не рассуждай Бог сказал Это сегодня Язык высовываешь Семя прелюбодеянное Против кого Язык высовываете Это слово Божье Живо и действенно Каждая буква Дороже неба и земли Небо и земля Приедут Ни одна йота Не приедет Ни одна черта Иезекииль 33 Если же Страж Сторож Видел идущий меч И не затрубил трубу И народ Не был предостережен То когда придет меч И отнимет У кого из них жизнь Сей Сторож Схвачен будет За грех свой И тот который Не слышит Но кровь его Взащит от руки Стража Вот тебе Стражи Это священники И мы друг другу А сегодня Не стражи Священники Людей делают Каинами Убийцами А что Сторож Брату моему Ты должен подойти Сказать Иначе ты погибнешь Кровь его Я взыщу От руки Стража А что Я сторож Брату Да Мы все Сторожа Друг другу Брат сделал Не так Пойди Обличи Написано Возьми Двух Трех Нет Церкви То есть Дальше идет Видите как Они так Молчок Молчок Ничего Нигде не говорить Это не Евангельская вера А поповская Монашеская И строится Не царство Божие А царство Попов И монахов Это не я Говорю Григорий Петров Священник Который написал Вот это Акафи Слава Богу За все Из Икиля 33.8 Когда я скажу Беззаконнику Ты смертью умрешь А ты не будешь Ничего говорить Чтобы предостеречь Беззаконник От пути его То беззаконник Тот умрет За грех свой Но кровь Его взыщет Руки твоей Что это Не устрашает Почему об этом Ни в одном храме Не проповедуется Не проповедуется Тысячу лет Я скажу Две тысячи лет Скрыли Не судите Да не судимы будете А что ты учишь Кто тебя поставил Учить Дух Святой побуждает Друг друга учите Наставляйте И дальше Осудили невинно женщину Ведут на суд И юноша закричал Я не Чист открови ее И он громким голосом Закричал Чист я открови ее Даниила 13 Его остановили В чем дело Я не судил Это вы осудили Вы кровавые идете Судьи Она невиновна И он оправдал Сусанну Женой Акима Деяние апостола 2026 Посему Свидетельствую вам Нынешний день Что Чист я открови всех А почему Я не упускал Ничего Что бы вам Не рассказал Я чист От крови всех Вот таким Надо быть чистым Ты хотел бы Или кровь Чтобы взыскали Чист Павел Павел был чистым Священники Которые не обречают Не учат Они не обречают Их не обличительное слово Любые Которые много глаголят Видно Такие речистые Священники Но огненного слова Нету Нету В первую очередь Он должен обречить себя Что не учит народ Выйти и сказать У меня руки в крови Я не учил вас А вы погибали Абортница Десять лет должна быть За пределами храма Там по частям На четыре части Не должна причащаться Вернее так сказать Давид говорит 118 Я стал разумнее Всех учителей моих Ибо размышляю В откровениях твоих Ну как можно размышлять Если ты их не считал И не знаешь И это делает тебя Разумнее учителей Иов Отнимает язык У велеречивых И старцев Лишает смысла Почему Не обречали Не говорили Не знали Не считали Слово Божие Не исследовали Я знаю Встречался с баптистами Которые Я каждый год Библию прочитываю Два раза От корки до корки Другой три раза У нас у православных Это найти трудно Того кто Прочитывает Я вот знаю В православных Это Виктор Савченко Говорит У меня сегодня Опять начинает Сбытие считать Он это принял Псалом 118 Я сведущ Более старцев Ибо повеление Твои храню Повеление Божие Хранишь Значит Тебе Бог даст Ума разума Вы придумываете Речи для обличения Это я говорю Своим противникам На ветер Пускайте Слова ваши То есть Ничего доказать То не могут Ни одного Ни одного Пункта Я говорю Что Мои книги Исследовали В разных Центрских отделах Гоняются за ними Почаева отдельно Дворкин Рождественские Какие-то чтения Там Международные И все Тишина мертвая Гробовая Ничего нету Потому что Интересно Рождественские чтения Нынешний прошли У меня посещаемость На форум В один день Увеличилось Ровно в 20 раз В 20 То есть Они заинтересовали А прошло С недели Опять вернулось На то же самое 200 с чем-то То есть Это постоянно А тем не надо Те замордованные Они их закружили Как сами же говорят Зазомбированные Батюшка 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 А вот Батюшка в крови есть Он не обречает Притчи 1.25 И вы отвергли Все мои советы Премудрость говорит И обречения моих Не приняли Нету Они на меня Бросят Скажут А мы же вас обречаем Меня вы не обречаете Нисколько Ни грамма Нигде Вы писание не знаете Как обречать Ну а можно Можно Все знаете Это у меня брат Протоиерея Отеца Аким И он служил Я сейчас не знаю Где Вышим Или где И они там Комната Домник Священнический И на них решили Ну им надо того Который ушел Власий 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 В головку Целовал А эти Обречают Говорят И вот Они поехали К архиерею Жаловаться Архиерею А что Жаловаться Ну Надо Конкретно А они Дров много Жгут Ну дров Много Так будет Жарко Архиерей Говорит Ну так они Жарко Они натопят А потом Ходят В одних Трусах По ограде Это зимой В трусах По ограде В Сибири Ну и другое Вина Много Уходит Ну вина Так пьяны Были бы Нету Не пьют Совсем Не пьют Ну куда вино То идет Ну причастника Много дают Там ложечка Маленькая Ограничена Пили то Из чаши А то боятся Чтобы лишнее Нет Пили Почему Из ложечки То Ну Чашу дал Господь Все пили То чаша И Господь Говорит И Павел Говорит А чаша У нас Все не так Сделано Не так И да преломил хлеб И подал Хлеб Да я не обречаю Я говорю Чтоб задумались Других то не трогали Так Наказание Господне Сын мой Не отвергай И не тяготись Обречением его Вот сейчас Что слышите Священники Не тяготитесь этим Притча 5.12 И скажешь Зачем я ненавидел Наставление И сердце мое Пренебрегало Обречением Вот придет время Когда будешь Говорить это Увидишь Там определенных Вопросов касается Ну Марка 9 Ибо всякий Огнем осолится И всякая жертва Солью осолится Ну Жертва осолится Понятно Но всякий Огнем осолится Понятно И вот это Означает слово Откуда известно Колоссиным Слово ваше Да будет всегда С благодатью Какое Тихое Тихим Голосом Приправлено Солью А вот этого То и нету Ну Когда говорите С архиереем Ну Приправьте Солью Это мясо Осолите Пузо Пошелудите Дабы вы знали Как отвечать Каждому Не знают Не знают Грубые Невежественные Мстительные Вырастают Люди Когда не считают И это Невежество Особенно В бесправном Сослове А самое Бесправное Всегда Было Священство А как Выход Из этого Молиться Богу Трудиться Быть с Народом Из Ихилия 20 Хочешь ли Судиться С ними Хочешь ли Судиться Сын Человеческий Выскажи Им Мерзости Отцов Их То есть Не перевели Библию Как жили Что делали Как развратищили Дворяне Как жили Ну посмотрите Даже Что Лех Толстой Описывает И другие Ну были же Достоевские Ну посчитайте В литературе Не могли Вывести Писатели Положительного героя Ни одного Не считая Там старец Зосима У братьев Карамазов Так немножко Касается Нету То есть Они брали с натуры Ну не кратцем же нет Поп Толоконный лоб Ну у них У Пушкина возьмите Солнце русской поэзии Как его называют И что он Как видел Ну возьми Ну ладно Белинский Он говорит Какой Так сегодня Рассказ Или анекдота Про Попада Про Попову дочку Я к тому говорю Что такими не надо быть Положение аховое Выскажи им мерзости их Так это обличение Надо за собой смотреть Выскажи Иначе я с тебя это взыщу Выскажи Мерзости И ты Сын человеческий 22 Хочешь ли судить Судить город кровей Иерусалим Выскажи ему Все мерзости его В Москве Что натворили эти годы Как оно было Как служили Сензоры Все это было Кто привел К этому состоянию Почему народ Пошел в революции Кто его подбил На это Почему семинаристы Сделались Сатанистами Почему По порядку Перечисляйте Сталин Кагановичи Да и Гитлер Пел в хоре 23 И сказал мне Господь Сын человеческий Хочешь ли судить О голую оголиву Выскажи им Мерзости их А это уже прямо Речь идет О Иерусалиме О Самаре И о церкви Здесь экстраполяция Очень короткая Притча 5.12 И скажешь Зачем я ненавидел Наставление И сердце мое Пренебрегало Обличением Обличением Мы посмотрели Суди и обличи Это рядом Притча 13 Мудрый сын Слушает наставление Отца А буйный Не слушает Обличение Буйное Ему только скажи Ты что учишь меня Я присутствовал Как директор 68 школы Обличал ее И она сидит Голову пустила Ты уже с наркотиками Связалась Она молчит Сидит девчонка И он говорит Ну мать твоя Мущится с тобой Как она взыграла Мать моя Да ты не трожь Мать моя На директора А он Заслуженный Учитель Российской Федерации Занесенный В энциклопедию Там Она прямо Чуть не кинулась Драться Это преступники Так Не забуду Мать родную И вот так Священники Трясут Мать церковь Мать церковь Раздеваете Во первых Она мне не мать Она мне не родила Не родила меня Я в другом месте Родился Слово Божие А дальше то Хотя и мать Но и матери Вы скажи Вот призывает ее Буйный Не слушает Притча 15 Все писание Бога Духновенно И полезно Для научения С этим согласны Для обречения С этим не согласны Все попы Буквально все А кого обречаете Ты за собой смотри Есть две ноздрюльки Вот и сопи Для исправления Для наставления В праведности Вот к чему Иеремия 1 Смотри Я поставил тебя В сей день Над народами И царствами Чтобы Искоренять То есть вырывать И разорять Загибайте на пальцы Губить И разрушать Потом Тогда созидать И насаждать Вот для чего Это дух пророческий А Павел говорит Ревнуйте о дарах пророческих А сегодня Да ты что пророк что ли То есть Как огня Боятся слова пророк А миссионеры придумали Придумали Миссионерских отделов Не может быть То есть Где дух святой Царствует Там может быть миссионер Где дух святой Дает тысячи талантов Там может быть миссионер Где есть обречение Строгое слово Знание писания Святая жизнь Там Там Вот только там Надо искать Что там может быть миссия Притчи 28 Человек богатый Мудрец В глазах своих То есть Учится Семинарию Академию Что-то защищает Я собеседую с ними А они Ничего не знают Бесталанные Абсолютно Совершенно не знают Куда подставить Какое слово Но умный бедняк Обречит его Иоанн 16 Иоанн Дух Святой Придя Обречит мир О грехе О правде О суде То есть У Духа Святого Труд обречит Обречит О грехе Мир весь А в миру находятся все И священники И о правде Ну и тут Надо обречить мир О правде Что люди не знают И о суде Что не знают Иуда Сотворить суд Над всеми Обречить Всех между ними Нечестивых Во всех делах Которое произвело Их нечестие Во всех жестоких словах Которые произносили На него Нечестивые грешники Но это относится Ко всем Ко всем Но если ко всем Значит над всеми Не надо думать Что какая-то льгота Будет священник И другим С них самый большой спрос Будет Поэтому им надо помочь Заключаю Что через поколение Ну поколение 25 лет Через 2 50 лет Иссякнет наше православие Если не изменить У нас образ Воспитания И обычаев Общества То будет больше и больше Слабеть истинные христианцы И наконец И совсем кончится И останется Такое имя христианское А духа христианского Не будет Все преисполнит Дух мира Феофан Затворник 1863 год По одно или два поколения Прошло Я заключаю отсюда Что он был Лжепророк Потому что Православие есть Не кончилось Или Второй вариант Он имел ввиду Не это православие А хотя бы то Которое Ну спустя века было Первое Это христианство Оно апостольское Мне Убогому Серафиму Это Саровский Серафим Господь Открыл Когда он Молился Что на земле Русской будут Великие Бедствия Революция Православная вера Будет попрана Архиерея Церкви Божия И другие Духовные лица Отступят От чистоты Православия Так он Обличает Или не Обличает Всех Данного Архиерея Обличит И зато Господь Тяжко Их Накажет Бутова Забучина Будет Они Сегодня Опять Туда Идут Я Убогий Серафим Три Дня И Три Ночи Молил Господа Чтобы он Лучше Меня Лишил Царствия Небесного А их Бу Помиловал Не о царе Молился Только о священстве А почему Так Жгло Что Беспокоило Его Он Видел Их Видел Они Безголовые Они Не верующие Вот Читаем Об отраках Ефесских Когда они В пещере 120 лет Там Или Больше Были Из-за чего Ибо И архиереи Не верили В воскресенье Мертвых Не верили Они Не верят В это Они И сегодня Такие А если бы Верили Разве Они были Такими Зверонравными Но Господь Ответил Не Помилую Их Ибо Они Учат Учением Человеческим Языком Штут Меня А Сердце Их Вот Этот Приговор Сегодня Приговор Божий На все Священство Которое Они Исполняют Воли Божьей И вот Они Хорохорятся Они Дуются Друг перед Другом Не Помилуй Их А златоуз Говорит Большая Часть Священников Погибает Если Сегодня В патриархии 400 Священников И минимум 201 Будут В аду Архиереи Если Священников Сегодня 20 тысяч Что 10 Тысяч И один Будут В аду Это Слова Златоуста А Серафим Вообще Как будто Ни одного Не нашел Бог Ответил Не Помилуй Их Ибо Они Учат Учением Человеческим А они Другого Не знают Только Человеческим Учат И проповеди Не сравнивают Со словом Божиим Я делаю Разбор Выступлением Бывшего Метрополита Кирилла Теперешнего Патриарха Патриарха Алексея Второго У меня На сайте Есть Старобрящевского Андриана Козлова Максима Юрасова Амбросия Примерно Попадание В очков 6% Примерно У всех Одинаковое Почему Писание Не знает Страха Божия Не имеют Я делаю Разбор Их На встречаются Такие Как там Гумеров Я встречал Таких Говорят А в конце Опять сворачивают На то же самое То есть Нет обличительного Глаза То есть Нет труда Духа Святого Значит Закрытый Для Духа Святого А кто Духа Святого Не имеет Тот Не его Можете Каждый день Мазать себя И ничего не будет Это Самоотдача Чтобы служить Богу Нужно пройти Три ступеньки Первая Отвергнись Себя Рассобщи Своё Я Не хочевришься Не умирай От страха Что тебя обличили Возьми крест Крест Боятся Как огня Чтобы Не убрали Что угодно Будут делать Чтоб только его Не убрали С этой работы А куда А он Другой работы Не знает Он не умеет Вот я Простите Сейчас покажу Вчера мне кто-то принёс И вот такой вот Газетку Тут видно или нет А там депутаты лезут Написан Владимир Рыжков Вот я не знаю Видно нет Крупно А в интересах Алтайского Алтая Я у него был Несколько раз Ни разу нигде не помог Главное происходит Здесь он стоит Он же ни дня не работал Биографию Википедии Зарядите Ни дня Его мама туда Выдвинула И сколько он Партий этих сменил Там я посчитал Где-то Ну не меньше трёх Ну а на самом деле Больше Ты комсомольский Работник был Мама у него Говорят Я спрашивал И меня однажды Звонят С городской администрации Ну вот вы С людьми Встречаются Вы могли бы помочь Чтобы Там проголосовали За Рыжков Владимира Александровича А вы кому звоните Игнатий Тихонович Да вам Знаете Обмылки не подбираю Всё Больше ни разу Не подбираю Что депутат Я слышал Один депутат Хороший Где-то в Тумской области Инвалид Ни одной просьбы Не оставляет Хлопочет Бьётся Как будто бы Это его родное Всё Есть такие Настоящие А остальное Вот он К одной партии К другой К Немцову Примкнул Везде Он не работал Ни дня Сколько на него Денег истрачено А ему работать А надо Но не пойдёт На стройку Не пойдёт Вот я его здесь Вчера посмотрел Ну большая газета Вот она как Алтай хорошая дорога Но без него не знаю И дальше Как добиться Капитального ремонта Жилья Мы спасём Алтайский лес Он лес спасёт нам Понимаете То есть не останавливаться Ни перед чем И на глубины морские И звёздочку с неба Достанет и подарит Как возлюбленный И везде Он был Видите Спикером Говорил И что улучшила жизнь Где-то Он зачем туда лезет Он видит Что Нуль Кроме ущерба Ничего он не принёс В стране Ничего этот человек Как Ну нигде Он восстал против Путина Даже Вот он какой смелый То есть там его выкинули Когда Теперь он уже стал видеть И Я в Википедии Стал смотреть Вчера Там Ой-ой-ой Ай-ай-ай И вот так священники Уже всё Уже говорится Профукал жизнь свою Я романах Стоит на кресле Рядом Жена И дети И всё равно Лезет в священство Ну не положено Батька Поиди этим путём Женись Ими себе сан Ну иди на стройки Народного хозяйства Ну иди шахтёром Ну пойди куда-то Пасти скот Возделывать землю Нет Почему паразиты Паразиты На шее народа Присосались Вот эти депутаты И без них Ничего нельзя сделать Разве И ходят Голосуют Я никогда не голосовал А зачем Я молюсь Чтобы Бог дал Хорошего правителя И никогда этого не было Чтобы Вот такие были Которые Лоббировали интересы Хорошие счётчики Пролоббировали И ставки новые И на каждом шагу Такое Раз Всё Столько скотины Можно держать Столько нельзя Вот пока я говорил Кто-то зашёл ещё Кто-ли просит А, день рождения Сегодня Вот Или ещё что-то Ко мне кто-то Просится Ага Михаил Кальмай Вот мы потом Посмотрю Ну ладно Вот сегодня Что я показал Ну и Коснёмся Маленько Наш Вот Мой мир Это я сегодня Выставил Видите Наш У кого в гостях Был Как наши люди Одеты А знаете Одно Одно Удовольствие Посмотреть Даже Жития Святых На каждый День Хороший У нас Вот это Когда Встречается Здесь Я сейчас Даже Вот здесь Обновление Пошлю Листа Чтобы показать Номер 168 Ну это События Дня Аввакуум Так И вот Это в гостях У кого я был Номер 45 Ответы По Библии Ответы Они не Отображаются На первой Странице На Ютубе Потому что Давно Заранее Заготовлены Я сейчас Теперь замки Снимаю каждый день Так что На мой мир Заходите И здесь Можете Посмотреть Какой номер 45 Себе запишите И каждый день Я выставляю По одному Какой Следующий В гостях У Барабаш И номер 64 Занятие Потеряки 123 ролика Уже насчитали Выставляю Они далек И поэтому Я их переношу В мой мир На нашем форуме Кто пришел Здесь Я не знаю Что это Закрывают Ага Варнава Вешневский Вешневский Это выходит Вешневский А слово Вишня Это ошибка Вот у нас Тут есть у меня Знакомый Один И у него Фамилия В одной фамилии Две ошибки Две ошибки А почему Потому что Тот кто Записывал Она не знает Как правильно Писать Иванов Или Ивонов Ну ясно Что Иванов И так и пишет В одной фамилии Две ошибки Одни Фамилии От имени Происходят Варсонофе Она Варсу Или Варсенофе Ну посмотри Как написано Если Петерим Значит Петерим А не Петерим От имени Фамилия Это происходило Вот Какая природа Я никогда не видел Видно Что борода У него Не подстрижена Как у него Руки сложные Я как увидел И как одетый И подумал Не старай Брядец ли В гости пришел Христос Воскресе Из мертвых Почему Мертвый С большим Бухганом Я не понял Ну во славу Божию Воистину Воскресе Я лично С вами Не знаком Но слушаю В интернете Ваши выступления И проповеди Спасибо Христос За такое Служение Такое служение Прям удивительные слова Я сам Из Лона РПС Русская православная Старообрядческая церковь Молюсь На Рогожском Поселке Знаю Митрополит Корнилий Там Хороший Но если Вы Не против Мы можем Пообщаться Лично Не против Заходите Например У меня Есть знакомая Она режиссер Если вы Благословите То можно было бы Снять документальный Фильм Где вы Расскажете Немного О себе О своем пути Господу И так далее Ну фильмы уже сняты Ну может быть Что-то она новое Найдет Я никогда Против не был Если считаете Нужным Обо мне Снято Снято Четыре Государственных Фильма Ну там Где-то Эпизода Отдельный Фильм Златоус Из Потеряевки Само название Говорит Целиком Если вас Это заинтересует То мы Рады Реализовать Этот проект Мы То есть Он в этом Участвует Согласен Согласен Варнава Приходи Как вы считаете Ну что считать Помолился я Ответил Заходите Это надо Только пораньше Иначе я уезжаю Пятнадцатого Пятнадцатого А в деревне Очень слабый Интернет Там это Связь плохая И Поэтому Вот то что я События дня Даю Каждый день Они будут Недели Ну примерно Недели В полторы Отставать Потому что Я их буду готовить Потом отсылать В другом месте Будут делать А потом я буду Снимать только замки Простите Христа Ради Что прощать Знать не знаю Это не надо Старобрященская Прости Христа Ради Простите Христа Ради На каждом шагу Это и у православных Уже такое придумали Ну и вот Согласен Варнава Заходите Посмотрим еще Следующий странист Александр Крымский Спасибо Господи Буду рад Общению с вами Я православный Трезвенник Немного О вашей деятельности Видел в сети У меня есть вопрос Знаете ли вы О школе покаяния Сергея Масленникова В Екатеринбурге Почему многие Его ругают Называя православной Сектой В чем же он ошибается Ну Поговорите с ним Чтобы он на меня вышел Я не люблю Говорить это Я слушал его Где-то Сейчас они там Портив патриарха То другое Он недавно приезжал В Барнаул С ним бы я поговорил Конкретно С чем я не согласен Секта Это не секта Ну надо конкретно Показать Какая секта Если он православный Если он признает Священство Уже ли секта Секта Обязательно Отрицание Отрицание Священства Ну откройте Словари Политические Другие Это привыкли У людей Кто не с ними Тот против них Кто не с вами То что Тот за вас Тот не против вас А это нет Я слышал о нем Считал Слушал его выступления Но Отмечать здесь Не хочу Просто На меня Его вы видите И сами с ним Выйдите Может быть Или как-то Варвара Любимова Слава Богу Операцию Тети Прошла успешно Благодарю За молитву Видите как Люди просят И молятся Молимся Мне вчера Позвонили Вот у нас Сестра Юлия Заболела Там что-то Я всех поднял На молитву А она приехала На машине Улыбается Стоит То ли выздоровела Или не выздоровела Не знаю даже Но это вот Варнаве я ответил Тот ответ Который сказал Это что Кто тут опять заходит Вот не люблю Когда Частый гость Не свои фотографии Выставляет Ну что-то здесь Стариков Я слышал Врать русским Стариков Николай Масон Что он делает Прекрати Врать Русским Ну я его слушал Он еще не знает Игнать Тихонович Дайте ответ С точки зрения Святых Отцов И Библии Про лекции Григория Петровича Климова На мой взгляд Он хоть и говорил Правильно Но его Можно доверять Лишь на 80% Мое мнение Он был масоном И агентом Спецслужб США Его лекции Полезны лишь Богословские Ну и так дальше Вот считайте То что тут написано Не буду я этого давать Мне просто Времени нету Григорий Климов Ну зачем это мне нужно Комментировать его Я знаю что Послушал немножко И вижу что он Бога не знает Евангелия не знает Видишь сколько его Роликов здесь Меня он не интересует Меня интересует Только то Что касается Моего Христа Спасителя И спасения Моей души И вот православный Видеоканал Вот что интересно Когда фотографии Свои не ставят Другие имена И проще Что это за безобразие Это безобразие В паспорте ты ставишь А здесь Вот я открываю Поэтому Сколько у меня тут Подписчиков Сейчас скажу 3582 Подписчика Вот я в него Сейчас ткну И посмотрим Кто идет Вот я посчитал На 30 человек Только 3 фотографии Вот первая Видите Вторая какая Третья Вот Это кажется Одна первая Фотография или нет Тоже не фотография Фотография Видите как И что только Не подписывается Где Зачем Я не пойму Вот эти цифры Что это означает Еще тут написано Подписчики Что значит подписчики У него подписчиков Столько Или Еще не знаю Вот фотография Кажется Кто Наталья Раскатова Вот одна Я дальше опять Начинаю Или нету Или всякие Машину Подставил Фокусники И проще И так и в моем мире Ну зачем Вот я открываю В моем мире Если Отдельно здесь Вот у меня здесь Кто-то посетил Сегодня Я просто показать Как Вот я открываю Посещаемость Какая И вот Видите что Ничего нет Вот Какая-то Тряпка висит Или что Вот человек Тут видно подряд Женщина Ну без платка Конечно Вот с платочком Вот крупным Вот так надо Вот Кто это Анатолий Внуков Михаил Видите как Крупно Видно лицо Вот они как стоят А здесь Слава Богу За все Ну я это знаю Слава Ну и дальше Вот какие-то Фокусы Ребятишек ставят Ну не поймешь Что есть Вот с бородой Александр Сыходский Очень хорошо На этом в темноте Стоит Что-то Надежда Шадрина Ну можно лицо показать Вот рядом-то Другая Вот видите Сколько Вот Посмотрите Как Чтобы лицо Видно было И глаза были Видны Вот Особенно четко Александр Лобачев Очень четко Тут Это Валерий Смирнов Сергей Иванов Это Игнатов И тут Ну просто видно Какие хорошие люди Женщина И вот по порядку Я просто показываю А вот тут ничего нету Природа Здесь Опять пошли Я один раз убрал Человек 700 Наверное Только из друзей Вот они как Вот по форме Это наш человек По нашему одетый Вот То есть здание Не со зданием же грешить Плохого не назовут Юрой Ну да Оригинально вроде сказал А еще оригинально Тут физиономия какой-то обезьяны Ну сами себя делайте Такими Или как Я даже не знаю И вот теперь Возвращусь сюда Сейчас Это Трудно Она перекидывается Вот Теперь я Против того Что попало Ставят А вот теперь Посмотрим Просмотров 2 миллиона 700 тысяч 366 Вот Я ткнул у него И тут мне Может кто-то подскажет Открывается Открывается то Что я и не понимаю Что оно означает Вот В последнее время Число просмотров Этого видео Значительно выросло Шершней В дупле Вырезали Это Выжигали Прямо Напали на этот ролик Не знаю Что тут Какой-то расчетный доход 91 доллар Откуда доход Кому доход этот Не знаю И вот здесь Сколько кто получал Какие часы Сколько смотрели Живите в деревне Это здорово Это первое Это не спор Жена Да боится мужа Сибирская деревня Шершней В дупле Выжигаем То есть Очень много У меня Поэтам Сколько посещает Женщин 25% Мужчин 75% Ну иногда Процент Туда и сюда Вот Ну и самое Ценное Самое богатое У нас Это Наш Сайт Сайт Вот он Я во свете Библии Православный Библейский Сайт Посмотрите Здесь Здесь вот Как раз Ответы И вот Разбор На букву Р Найдите П Разбор Выступлений Про чем я говорил Не надо Богу нужно Бояться Ничего Не страшитесь Обречайте По сути Кротко Смиренно Не хамите Никогда Вот я гляжу Которые Священники Натравливают Натравливают Мы были в клочках Ну село И там Где вот Нина стоит Жолнирова Ее не запускает За то что она С нами Знается И она на улице Стоит перед храмом Стоит год Промерзает Дожди Так и идет Это что Туда зовете К себе Это не лютые волки И он Чернодар Игорь был Теперь он Спиридон И приехал Новый Тут Архиерей Который Совершенно С нами Не встречался И он На него Вышел Это в его Как бы Епархии И она Наша сестра Витина Ольга Симоненко Только спросила А вот Нину Жолнирову Там не пускает Ото все Володславгородские Епископ Он прямо Ей сразу Дал знать Чтобы не Не лезла Куда Тоже там Будешь стоять Ну что это Это не лютые волки Вы делом Показывайте Что вы Не овцы Как это Она заступается Она обязана Заступиться Несправедливо Он должен Реабилитировать ее Он выгнал Только одно условие Отрекись От Игнатия Она говорит Я через него Пришла Через занятия В университете А он и не знает Ничего Никакого отношения К церкви Эти люди Не имеют Их даже Проходимцами Нельзя Проходимец Прошел Это злодейство Злодеи Злодейские Убивают Представьте себе Стоит человек На улице В храме Да где это было У православа Проходной двор Храм это Я их называю Скотомогильники Почему скотомогильники Да потому что Дохлый скот Валяется где Это скотомогильник А люди Дохлый скот Как скот Я был пред тобой Давид говорит Скот Пришел Христос погибшим Овцем Израиля Это скотомогильник был И там где Не проповедуется Не говорится Это же самое И вот на сегодня Все Поэтому Кому надо выйти В скайп Побеседовать Постарайтесь На этой неделе Вот эта неделя полная А та не полная будет В пятницу Мы отъезжаем И поэтому Связи этой не будет До 10 октября У кого что то есть Выйти на скайп Милости просим Ну конечно Если вопросы Души полезные Богу слава за все